Всем привет! Такой необычный ракурс. Думаю, начну съемку отсюда. Мне говорят, что я много показываю уток, одни говорят, вторые говорят мало. Я не знаю кого слушать, поэтому сегодня мы будем снимать на этом дворе. Мне гусей пасти некогда, поэтому я им насыпал зерна, ну дробленки вон с очменя, налил воды и сейчас нарву немножко виноградных веток и абрикосовых. Они очень любят абрикосовые ветки. Гуси уже вот такие большие. Вот это мои старые гуси пять штучек, то есть две гусинки, два гуся и вот эта маленькая гусинка. И вот эти молодые мои мамуты, которым, да сейчас надо вспомнить, которым 6 сентября будет три месяца. Они уже полноценные гуси. Немножко обсчитаны, потому что они немножко щипались, но уже скоро все с ними будет в порядке, так как они уже выросли достаточно хорошо и щипаться перестали. Вот они едят виноград, здесь есть и ягодки. Вон Петька там распинается, зовет курочку. Не знаю, сейчас он спустится. Выйдет курочка или нет, никак не хочет выходить. Что ж за курочка непослушная. Вот там ходят куры, сейчас сходим и к ним. У меня, как всегда, ночная съемка. Вот так. Ну, все, успокоились. Сначала кинулись на листья, но теперь не сильно хотят. В общем, давайте спускаться с этой старой гнилой крыши, чтобы не провалиться. В прошлом году я я делал вино с этого винограда. Ну, это вот этот обычный мелкий винный виноград. Он уже поспел. Вкусный очень. Сюда гусей не выпускаю пока. Жду, пока высохнет их вставок, так как вода немножко здесь застоялась и завонялась. А так как с этой стороны у меня живут хорошие соседи, пакостить им не хочется. В общем, когда оно высохнет, потрескается, я вот эти все коржи сниму. Эти коржи будут с гусиным пометом, поэтому я его загребу и весь вывезу. И тогда, ну вот оно уже начинает трескаться. И тогда по-новому налью сюда воды и они будут здесь опять купаться. Но пока этого не будет. Ванюшка вот здесь вот нарубал такую кучу. Слив вот этих. И нужно будет их вывести. То есть, процеп забрал, пока я был на работе. И мне его некуда теперь убрать. Вот такие уже гуси. Ну, вот это вот маленький гус, который от моих гусей. И еще где-то такой. Но это та, которая была вообще маленькая. Второй немножко побольше. И он не сильно отличается от основной массы. Но если долго приглядываться, его можно отличить и можно найти, где он. Большие гуси, вон мои пять штук, они ходят вместе с этими. Немножко и гоняют. Но уже почти попривыкли. А гусенька, которая живет с курами, я говорил в прошлое воскресенье, пущу их, ее в общее стадо. И я попытался это сделать, даже попытался это заснять. Но они ее обижают. Не пойму, по какой причине. Но вот именно эту гусеньку, может потому что она одна, они не хотят ее принимать в стадо. Так что она, как ходила с курами, так и будет ходить. Вон, грызет тыкву. Не тыкву, а ну тыкву, да, для каши. У нее это хорошо получается. Собирает немножко зернышко, кусает тыкву. В общем, да неплохо ей здесь живется, поэтому пусть остается здесь. Еще мне говорят, что я мало снимаю кур, но у кур ничего не происходит. Сейчас они ушли в линьку. Ходят вот такие страшные, облезшие таких кур много. Вот у курицы лысая спина, смотрите какая. То есть все куры начали линять. Вон черная галашейка тоже с лысой спиной. Еще, конечно, спины лысые от того, что у меня очень много петухов. И уже осень, яйцовый инкубатор мне уже очень давно не нужно, поэтому я начинаю петухов убирать. Сегодня убрал вот того рыжего петуха, такого яркого, яркого, можно сказать, желтого, галашейного, у которого очень был огромный гребешок. И убрал вот такого петуха, который красный вот такой, ну коричневый, галашейный, только был маленький. Двоих, в общем, зарезал. И еще буду убирать всех, кроме вот этого, потому что этот бьется петух, и Ваня мне не разрешает. Им с детворой нравится от него убегать. Но я говорю, вы скоро доиграетесь. В общем, этого не буду убирать. Вот этого большого петушка, который красавчик, похож на Адлера серебристого. И оставлю его. И оставлю вот этого черного, который похож на Фаверольку. То есть вот этих троих оставлю. А вот этих галашейных, которых еще четыре, вот получается один, второй, вот третий, четвертый. Этих всех четверых буду убирать. Притом быстро на днях, потому что мне нужно выпустить остальных цыплят. А петухов очень много, и они их обижают. Здесь уже я выпустил порядка 60 маленьких цыплят, которых вывела моя пушинка. Где она находится, я ее потерял. Вон она ушла. Вон она ушла. Вон стоит. Она на них не обращает никакого внимания. Вот, вот она. Ты лысая какая, глянь. Когда ты обрастешь, скоро зима. Вон, в общем-то, пушинка. И еще около 40 штук сидит там в сенях. Ну, мы сейчас тоже к ним сходим. Вот такие дела у кур. То есть, у кур все хорошо. Вот эти маленькие цыплята. Они вот такие. Кто лысый, кто в перышках. Ну, я имею в виду с голыми шеями, кто не с голыми шеями. Вот они вот у поросат лазят постоянно. Что-то ищут. Ну, здесь им всем весело. Можно, конечно, дать и яйца поросатам. Я вот на сегодня тоже уже принес. Как всегда, этим троим я дам 4 яйца. Вот так. Так, так, аккуратненько. Вот так, во. А вот этим троим, которые побольше. Так, цыплятки, выходите. Отходите. Ну, отходите. Вот этим троим, которые побольше, дам 6. Вот так. На. 2. 4. Боже мой. Эти грызут прям как семечки. Вот так. Во, во, во. Прям целиком, целиком со скорлупой глотают. Вот такие молодцы. Здесь, в этом загончике, все-таки они не гадят. Вот, ходят в туалет вот сюда. То есть, после того, как я их пересадил, все наладилось. Все теперь хорошо. И здесь вот опилки здесь чисто, сухо, а в туалет ходят туда. Мне писали, что жалко такой загончик, загадили всех. Ну, это же поросята, для них строилось. Конечно, вид теперь так себе. Ну, на самом деле, все очень даже хорошо. Вот такие дела у поросят. А, еще спрашивали, сколько мои куры несут яиц. Я же вам говорю, что куры линяют. Вот такие облезшие. Даже если еще на них перо, но они выглядят облезшими, потому что перо такое бледное и выглядит так себе. Вот, смотрите, какая страшная курочка. Хотя гребешок красный, возможно, даже несется. Черная вон такая же. Цесарки чувствуют себя хорошо. То есть, все девять цесаров очень даже хорошо себя здесь чувствуют. Еще не видно, где петушки, где курочки. Тогда еще немножко подрастут. И у них, у девочек, ну, то есть у самочек, вывернутся вот эти сережки, которые под клювом. То есть, у самцов вывернутся вперед, а у самок останутся так же висеть, как и висели. Пока я рассказываю, курочки меня слушают. Да? Сейчас пойду принесу им еще кабачков. Это утрешние. Такие вот замазанные. Даже один остался. Нужно принести. А, вон, еще забыл сказать. Вот же ж купил куб досок, доделывал немножко забора, а с этих досок буду строить клетку для кроликов. Вот там за этими досками сидит пушистый петушок, который будет нужен для пушинки. Вот-вот цесарки прячутся. Выбегай, выбегай отсюда. Вот такой. Да, петухов очень много. Петухи мучают курочек, курочки, в леньки, и не хотят, чтобы их топтали, а петухи все равно их топчут, поэтому нужно будет немножко убрать. Ну, в общем. Ну, а сейчас сходим, посмотрим жителей дома. Так, гуси. Ветки пообъедали? Пообъедали. Вот, здесь в комнате сидит еще около 40 цыплят. Я их кормлю стартовым. Здесь вот один вообще, вообще такой слабенький. Ну, и умереть не умирает, и расти не растет. Ну, не знаю, что с ним делать. В общем, что будет, то будет. А так, в основном, все цыплятки в порядке. Я выбрал, выпустил во двор те, которые покрупнее, пожирнее. А эти такие слабенькие, худенькие, еще посидят, может, дней 10, а может и меньше. Буду понемножку каждый день выпускать. Выбирать самых больших. Вот, например, вот этот галашейный, уже достаточно большой, высокий. Можно его выпустить. Ну, а остальные, пусть еще побудут здесь. Вот такие красавчики. Здесь мои сидят кучеряшки, две штучки и четыре карликовые курочки, то есть бинтамочки. Две штучки я позавчера продал петушка, вот такого же, как этот, и курочку вот такую же. То есть, на два у меня стало меньше. Продал их по 50 гривен. Это, на самом деле, даже очень хорошая цена для таких цыплят в нашей местности. Так что я доволен. Они мне, на самом деле, сильно, да и не нужны. У меня есть две взрослые курочки и еще очень много маленьких цыплят. Сейчас я вам их тоже покажу. Эти уже умащиваются спать. То есть, вот это мои карликовые кохинхины. Курочка уже очень-очень давно вывела цыпленка этого. Ну, она вывела пятерых, но у нее остался один. И она его водит и водит. Я не знаю, может, она его уже бросила, но он за ней бегает. Так что она его водит уже второй месяц. И вот эти две курочки, ну, то есть, бинтамочки. У них 22 цыпленка. И они их водят уже тоже больше месяца. Они вот уже такие хорошо подросшие. Лысый цыпленок, который был, он такой вот лысый, есть. Но они их не собираются бросать. Здесь вот сегодня не выпускал гусыню с двумя гусятами. Гусенок, который Мамут, уже почти ее догнал в размер. Подстелил им только что сено. Они его хорошо собирают, едят. Так что у них все хорошо. Вот Мамут уже точно такого размера, как мама. Хотя он еще совсем маленький гусенок. Ну и напоследок сходим к кроликам. Сказал к кроликам. Хотя я имел ввиду к зайчикам. Они вот такие толстые. Я не налюбую с ними никак. Очень хорошо растут. У них вот такие уже большие уши. Я не знаю, сколько мне их еще кормить молоком. Я их уже кормлю молоком больше месяца. И я не знаю, сколько им было до этого. Скорее всего, в дикой природе их бы уже никто не кормил. А я их кормлю, потому что я не знаю, сколько их нужно кормить. Не читал я. Не знаю. Но у них все хорошо. Так что они себя чувствуют хорошо. Эти малыши растут хорошо. Вес набирают хорошо. Мне одно время писали, что мне нужно было их взвесить. Ну вот не взвесил я как-то их. Не знаю, почему так. Но я не знаю, сколько они набрали. Но я вижу, что они увеличились примерно в половину. Если даже не больше. Так что все у них хорошо. И еще хотел напоследок сказать, что Силя пошел на поправку. То есть он мне... У меня, в общем, нервы сдавали. Я очень болезненно это все воспринимал. То, что наш котик заболел. И возил его в больницу 4 раза. То есть ведь лечебницу. Мы ему кололи и антибиотики. И давали еще очень много разных препаратов. Не буду сейчас перечислять. В общем, он получал уколы каждый день. Мы ему кололи катазал. Через день мы ему кололи антибиотик. Давали ему пасту от шерсти в желудке. Потому что мы не знали, что с ним происходит. У нас была клей, нет УЗИ. Давали ему гепатопротектор, кардиопротекторы. И что еще давали? Боже, сейчас даже уже и не вспомню. Выскочило с головы. Ну, в общем, слава Богу. Я очень рад и доволен. Но Силя пошел на поправку. Когда он поправится, я его засниму. Так что спасибо, кто переживал. Мне писали очень много комментариев в поддержку. То есть писали, что пусть Силя поправляется. Очень красивый котик. И мне тоже он очень нравится. На самом деле было много котов. И вот так, чтобы сильно переживать, я переживаю первый раз этим. Потому что мы его взяли очень маленьким. Мы его лелеяли. Он у нас кушает только... У нас он кушал дома только кашку с фаршем куриным. И все. И иногда покупали ему готовые корма. Влажные. То есть не сухой корм для котов. Да, разбрали и сухой. Но, слава богу, что все в порядке. Так что, зайцы, помашите. Всем пока, скажите. Хорошие зайцы. Хорошие, толстые зайцы. Толстые боягузы. Вот такие. Все, ребятки. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok